Дети, вы знаете, что такое суеверие? Что такое суеверие? Кто может сказать, что такое суеверие? Ну, можете привести пример какого-нибудь суеверия? Ну? Самые такие, самые известные какие суеверия? Что, не знать, не изучали? Что, вам маму с папой не говорили, что ли? Нет? Надо будет поговорить с вашей мамой, папой. Ну, приметы, приметы это приметы. Приметы-то мы примечаем, что в одно и то же время года, в одно и то же день года что-то происходит. Это приметы, это вряд ли суеверие. А вот суеверие, например, кошка перебежала дорогу. Что вы будете делать? Будете три раза плевать через плечо или два раза? А? Нисколько? Совсем не будете плевать? Ну, как зачем? А что вы будете, дальше пойдете или вернете? Дальше? Какие молодцы, а? Ну, надо же. Ну, вот сегодня, я, знаете, хотел тоже вам прочитать про одно суеверие в Библии. Ну, так, условно, конечно, назовем его. Ну, может быть, на основании этого текста родились некоторые суеверия. Я так думаю, что этот текст дает основание, чтобы родились какие-то суеверия. На самом деле, текст очень интересный, немного сложный, из-за слов, которые здесь в нем присутствуют. Но я постараюсь их без ошибок прочитать по слогам, но без ошибок. И потом спрошу вас, где же в этом тексте можно основаться на том, чтобы создать суеверие. Итак, это 14 глава, книги Исход, с 1 по 4 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахеровом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря». И скажет фараон о сынах Израилевых, «Они заблудились в земле сей, заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. Я уверен, что вы с первого раза ничего не поняли, давайте поэтому я прочитаю второй раз. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахеровом, между Мигдолом и между морем, между Ваал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря». И скажет фараон о сынах Израилевых, «Они заблудились в земле сей, заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, и сделали так». Теперь поняли? Давайте я вам немножко поясню. Вот эти вот названия мест – Пи-Гахеров, Мигдол, Ваал-Цифон – это места, где происходили языческие поклонения. И когда Бог повелел своему народу выйти из Египта, то вдруг по какой-то причине Он сказал им остановиться возле тех мест, где происходили языческие культы. То есть где приносили детей в жертву, где поклонялись богам несуществующим, молились им и пели песни, танцевали перед ними, перед этими истуканами. Вот в этом самом месте Господь повелел своему народу остановиться. А вот как Он повелел им? Что Он сказал? Как? Еще раз. Нет, ну давай, если кто не знает, лучше не говорите. А ну подумайте хорошенько. Вот давайте я еще раз вам прочитаю. Если у нас не получится, потому что это очень важный текст, тогда мы попросим, чтобы нам взрослые помогли. Значит, скажите сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились с Таном перед… И перечисляются вот эти вот места. И поставьте Стан у моря. Еще раз. Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились с Таном. Как Господь повелел им? Что Он повелел им сделать? Повернулся. Повернулся. Да, знаете, вот пастор, слушай, мы тебя в следующий раз попросим. Знаете, вот я вот мог 10 раз бы читать этот стих и спрашивать каждого сидящего в зале и быть практически на 100% уверенным в том, что мне никто бы не смог бы дать ответ. И знаете, я и сам себе не мог дать ответ. До тех пор, пока я не прочитал, как это звучит в оригинале. И сразу же в моем представлении все поменялось. Я думаю, что сейчас вы тоже поймете. Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились с Таном. Вот народ Божий ушел из Египта. Вот народ Божий вздохнул облегченно. Вот народ Божий возрадовался, что уже сейчас войдет в землю обетованную. Прошло несколько дней, как они странствовали. И вдруг Господь говорит, вот как это звучит в оригинале. Скажи сынам Израилевым, что пусть они вернутся. Пусть они вернутся. Господь, ну как так? Мы же только вышли. Мы же только покинули это рабство. Пусть они вернутся. В оригинале звучит, пусть они вернутся. Знаете, вот этот текст меня так сильно тронул. Я понял, что иногда у Бога есть такой план, который совершенно неожиданно воспринимается нами. Как так? Вроде все дела сделали. Пошли и вдруг вернись. Куда вернись? Опять что ли? Но слава Богу, что дальше текст продолжается. И говорится, что Бог решил устроить ловушку. Ловушку устроить решил для египтян, для фараона. Он сделал для них приманку. Ведь он сказал, я ожесточу сердце фараона, он погонится за вами. Но прежде он подумает, что заблудились они в земле сей, заперла их пустыня. Фараон вдруг очухался и говорит, о, мои рабы ушли, пойду верну их. Все равно они заблудились. Пошел за ними, погнался. Но дальше мы будем в другой день читать, что произошло с этим делом. Но самое главное, что вот Бог иногда неожиданно поворачивает наши планы. Неожиданно. Мы не ожидали. Мы уже думали, вот все, мы пришли, все дела сделали. Вот сейчас мы уже получим то, что хотели. Вот сейчас нам уже дадут. Сейчас уже это будет наше. И вдруг раз, Господь внезапно меняет наши планы. Мы должны в этот момент быть послушны. Мы должны повиноваться голосу Божьему. Ну и что, что нам кажется, что нам нужно вернуться? Ну и что, что мы должны расположиться возле языческих культов поклонения? Ну и что? А вдруг Господь хочет сделать чудо? Вдруг Господь хочет проявить свою силу, могущество, используя нас? Если с нами когда-то такое случится, знаете, скажите всегда такие слова. Господь, я знаю, что это не без Твоего ведома происходит. Господь, я знаю, что это происходит по Твоей воле. И глубоко просто поверьте, что Бог контролирует всю ситуацию. В дальнейших наших с вами встречах мы узнаем, к чему это привело, как Бог прославился, как Бог использовал эту ситуацию для того, чтобы погубить ненавистников Израиля, тех, которые хотели его уничтожить. И сегодня моя молитва о том, чтобы в ваших сердцах хранилась вера для каждого случая, чтобы в любом случае вы реагировали, как истинно верующие дети Божьи, знающие, что ваш Отец Небесный все знает наперед. Аминь. Кто будет молиться? Господь, я Тебя славлю и благодарю за этот день. Пусть он хорошо прошел. Пусть никто не болел, и пусть в церковь ходили много людей. Аминь. Аминь. Господи, я Тебя славлю за этот день. Благодарю, что мы можем здесь собираться. Иисус, дай, пожалуйста, чтобы всегда Твое имя прославляли. Где бы мы ни были, и рады были бы, или плакали, пожалуйста, Иисус, дай, чтобы мы были Тебе всегда послушны. Пожалуйста, Иисус, сохрани нас на этот день. Дай, чтобы все было хорошо, чтобы мы всегда Тебя прославили. Иисус, дай, пожалуйста, чтобы больше людей приходило к Тебе. Дай, чтобы люди веровали в Тебя больше всего. Дай, чтобы они делали так, как Ты говоришь. Иисус, пожалуйста, благослови школу, чтобы в школах все было хорошо. Сохрани наши дома, чтобы никаких несчастных случаев не было. Пожалуйста, Иисус, дай, чтобы мы веровали в Тебя всем сердцем. И что Ты нам говоришь, делали, и не роптали на Тебя. Пожалуйста, Иисус, дай, прости все мои грехи. Дай, чтобы я всегда Тебе слушалась. Дай, чтобы никто не умирал. А ты сохрани нас на эту неделю. Спасибо Тебе за все. Аминь. Аминь. Иисус Христос, я Тебя славлю и благодарю за этот день. Прости, пожалуйста, меня за все мои грехи. Дай, чтобы я могла идти по Твоему пути. Спасибо Тебе, что Ты меня избрал из этого мира. Дай, чтобы мы не сворачивались с Твоего пути и не роптали на Тебя. Чтобы были послушными Тебе детьми. Сохрани нас на сегодняшний день. Дай, чтобы мы могли не умирать. Иисус, спасибо за все, что Ты нам даешь. Все хлеб за еду. Аминь. Аминь. Иисус, я Тебя славлю и благодарю. Пожалуйста, сохрани за этот день, чтобы он прошел хорошо. Пожалуйста, сохрани, чтобы никто не умирал, чтобы все были верующие. Сохрани школу, чтобы директора были хорошими. Аминь. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарим Тебя за милости Твоих к нам и к детям нашим. Мы молим, просим Тебя о том, чтобы, Господи, Ты растил в них веру и возрастил ее для всей их жизни. Чтобы любые обстоятельства они могли принимать, как доверяющие Тебе дети. Господи, мы уверяем их в Твои святые руки и благодарим Тебя и славим за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.